Приветствую вас, уважаемые зрители! Это видео музыкальной электроники, которое проходит под девизом «Музыкальная электроника – это интересно и просто». И сегодня мы с вами обсудим такой очень часто задаваемый вопрос «Как подружить усилитель и динамик?» Информация будет преподноситься просто и будут практичные расчеты, чтобы было видно, как это в жизни работает. Ну и попутно мы найдем ответы на три вопроса. Первый. Какие два параметра динамика соответственного усилителя являются самыми востребованными? Второе. Как узнать напряжение на динамике из расчетов? Ну и третий. Как узнать мощность блока питания усилителя, чтобы он мог нормально раскачивать динамику? Давайте найдем ответы на эти вопросы. Первый. Какие же два параметра являются самыми главными? Но теряться в догадках не стоит, потому что если мы посмотрим на оборот динамика, то можем увидеть, что там указаны как бы две физические величины – на русском или на латином. Это ват и ом. Либо может быть W и омега. И если вспомнить курс физики за восьмой класс, то становится очевидно, что речь идет о мощности и сопротивлении. Да, здесь я нарисовал R по латинце или R по-английски, да, но не Z. То есть хочу сразу сделать отступление для этих нолей, что я знаю, что динамик – это устройство, работающее по переменному току, поэтому правильно было бы использовать слово «импеданс». Но поскольку ролик все-таки строится по простому принципу, здесь используем сопротивление. Думаю, великого греха в этом не будет. И для примера мы будем в расчетах использовать динамик с такими характеристиками. 3 Вт мощность, 8 Ом сопротивление. Пробежимся отдельно по каждой величине. Мощность. Здесь есть три варианта. Когда мощность усилителя намного меньше, чем мощность динамика. Намного я, чтобы так, для большей гиперболизации и понятия. Сможет ли он его раскачать? Ну, если у вас есть кружка литровая, наполненная водой, Сколько из нее воды вы можете залить ей в 100 литровый бетон? Ответ очевиден. Третий вариант. Это когда наоборот, мощность усилителя намного больше, чем мощность динамика. Опять-таки, мы гиперпровизируем немного. Выйдет из строя динамик, если сильно накрутить. Потому что он не выдержит просто подаваемую на него, скажем так, мощность. И второй вариант, самый оптимальный. Мощность усилителя. Равно или немножко меньше, чем мощность динамика. Ну, будем считать в нашем случае равно. Поскольку по правилам этикета, скажем так, DJRESPON не рекомендуется На все 100% выкручивать регулятор громкости. Раздобрались. Поэтому важно смотреть характеристики усилителя динамика, чтобы видеть. Можно подключить их или нет. Опять-таки, мы берем вариант один усилитель, один динамик. Параллельные, последовательно смешанные и другие виды подключений мы не рассматриваем. Для простоты излучения. Давайте разберемся с сопротивлением. Чтобы не терять времени, я напишу самый лучший вариант. Когда у нас выходное, да, именно сопротивление на выходе усилителя будет равно сопротивлению динамикой. При таком раскладе с наибольшим КПД будет происходить придача мощности. Не будем в это углубляться. Если кому интересно, на канале Electronic Squad есть видео, в котором доказывается справедливость этой зависимости. Поэтому можем сейчас рассмотреть, что вот если это нарушено. Например, давайте рассмотрим такой вариант. Когда сопротивление динамика будет меньше, чем сопротивление усилителя. Или говоря по-простому, выходное сопротивление будет больше, чем R-динамик. Через усилитель потечет в выходной каскаде методов больший ток. И возможно он будет выйдет из строя. Второй вариант. Когда сопротивление динамика больше, чем выходное сопротивление усилителя. Или можно сказать, что выходное сопротивление усилителя меньше, чем сопротивление динамика. А тогда динамик просто будет играть тише. Вот у нас есть такие варианты. Поэтому мы с вами немножко разобрали. Давайте найдем ответ на вопрос, как же узнать значение напряжения на динамике. У нас уже есть известная мощность. Есть сопротивление. Нужна формула, где еще есть и напряжение, и между ними видна четкая зависимость. И она есть. Мощность равна квадрат напряжения разделить на сопротивление. Отсюда выводим формулу напряжения. Подставим наши значения. 3 ватта 8 ома равно приблизительно равно 4,9 вольт. То есть Если у нас есть такой усилитель, его можно запитывать от USB, скажем. Подключил к нему пауэрбанк. У нас есть зарядная 5 вольт на 4 ампера. На пауэрбанке два выхода. 1 ампер, 2 ампера. Давайте узнаем, какой из них лучше всего годится. При этом нужно учитывать, что, поскольку КПТ любого устройства меньше 100%, должен быть запас по мощности. То есть, мощность блока питания усилителя должна быть немножко больше, чем мощность динамики. То есть, нам надо больше 3 ватт. Желательно. Возьмем первый, вот этот адаптер. 5 вольт 0,4 ампера. Как узнать мощность, которую он может выдать максимально? У умножить на 1. Известная формула. Значит, П, ну, позначим адаптера, равно 5 умноженное на 0,4 равно 2 ватта. А у нас динамик 3 ватта. Маловатка. Возьмем пауэрбанк. Возьмем пауэрбанк. Выход на 1 амператор. Значит, обозначим П пауэрбанка 1 равно 5 умножить на 1 равно 5 ватт. С головой хватает, но и тем более хватит второго выхода, который мощность 10 ватт. Это нужно учитывать, если вы делаете усилитель сами. Например, заказали на Алиэкспресс какую-то платку недорогую, и подсоединяйте к ней к динамичек, и чтобы музыка звучала с телефона, планшеты, компьютера и так далее. Поэтому, давайте подведем итоги. Что мы с вами узнаем? Что два главных параметра, на начале, на начале, когда ты повторюсь, это мощность и сопротивление, которые нужно учитывать. При этом хочу сказать, что некоторые современные усилители, они могут работать с динамиками разного сопротивления. Например, могут сейчас указываться, что динамик, например, можно подключать 4, 8, Ом, наиболее популярные. Есть на 16, на 32, есть на 2 Ома, есть на 6, на 11, то есть разные. Ну, 4, 8 Ом, это как бы основное идет, как бы, можно сказать, мейнстрим в такой сфере популярной бытовой аудиотехники. Это тоже нужно учитывать. Мы узнали, как рассчитать напряжение, которое будет. Это особенно важно, когда мощные динамики, потому что там и высокие значения напряжения. И как подобрать моё угол питания по заданной мощности. У меня есть еще и другие ролики, связанные с музыкальной электроникой. Заходите в плейлист Electronics and Electrics. Спасибо большое за то, что просмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube!